Материалы о демонических функциях, которые приписываются в народных представлениях коту и кошке, огромен. Необъятны свидетельства о включённости котов в чародейские практики и даже чёрную магию. Именно с котами связывают происхождение таких магических талисманов, как косточка-невидимка и неразменный рубль. Кошачий облик приобретают многие мифологические персонажи при встречах с людьми, и именно в таком облике участвуют в человеческих делах. То есть важно то, что при встрече с людьми. Причём это персонажи с самым разным ценностным статусом, от сказочного героя-помощника, домового и до самого чёрта. Сразу хочется оговориться, что данный материал относится к числу актуальных, и он особенно популярен и распространён даже в современных белорусских деревнях, причём, может, даже не только в деревнях, но и в городе. И те фотографии, которые использованы в презентации, это именно настоящие фотографии, которые показывают тот контекст, вот в котором и функционирует данное представление. Из последних таких самых свежих данных, ещё не включённых в научный оборот о котах, то, что чёрного кота удержали над умирающим колдуном, чтобы он быстрее умер. И особенно любопытно было присутствовать в такой ситуации, когда к знахарю привели пациента, и тот не стал лечить, пока не нашёл в доме кота, не выбросил его за дверь, и только потом вот так абсолютно спокойно начал заговаривать. В этиологических легендах белорусов кот создан творцом даже прежде человека. И, в общем-то, и человек нужен был только для того, чтобы этого кота погладить. Бог Найвысший подумал, да, нема ни людей, никого, плохо таки земелька обижается. И сотворил котика первого и пустил его. Ходить котик, мормыча одиноки, бабуля комментирует, як и я одинока, тяженькая ему, никто его не полыскает, никто его не покормит. Бог Найвысшенький, злитуйся над ним. А потом вот Бог и сотворил для этой цели Адама и Еву. Чрезвычайно любопытны сообщения о появлении котов в момент наивысшего напряжения при встрече миров, это во время попадания души на суд к Всевышнему. Мать Евдокия, которая приняла постриг в 91 год, неграмотная, разговаривает со своей соседкой. Соседка жалуется на сына, который нигде не работает, любит выпить, а все деньги, которые появляются, он как бы кормит котов и птичек. И вот соседка жалуется, какой у неё непутёвый сын. Мать Евдокия её успокаивает, что когда душа сына придёт на суд, и Бог начнёт взвешивать добрые и злые дела, и добрых дел будет не хватать, тогда все эти коты, которые были когда-то им покормлены, прибегут, сядут на чашу весов, которые ближе к Богу, и тем самым спасут этого человека. В других районах Беларуси утверждают, что прежде Бога душу человека встретит никто иной, как кошачий Бог. Нельзя забивать коту у собак. Як ты помрешь, прежде чем попасть к этим вратам, где стоят Пётр и Павел, там тебе пропустят кошачий и собачий Бог. И говорят, у них всё пописано, и ты бил этих котов. Вот и я свою выспиткам дала пару раз, то у жёны мне не запишется грех, прежде чем тебе допустить пропустить Бог кошачий и собачий. Такая особая приближённость котов к Богу оговаривается и в этиологических легендах о собачьей и кошачьей доле, согласно которым именно коты и собаки выпросили у Бога свою долю, хлеб, когда тот, оскорблённый таким вот поведением, оскорбительным поведением к хлебу, начал сошморхивать, вот стягивать колосок, а коты и собаки закричали, замяукали, и Бог их пожалел. Однако у белорусов есть ещё одна легенда вот о такой роли кота, когда во время потопа именно кот наступил своей лапкой на колосок и тем самым вот сохранил эти зёрнышки. Таким образом, кот в корпусе легендарных и сказочных нарративов, в колдовском дискурсе, предстаёт образом неоднозначным и во многом амбивалентным, что и в целом закономерно. Его статус зависит от типологии и хронотопа каждой конкретной ситуации. Однако в традиционной культуре белорусов есть сфера, в которой человек и кот не просто соприкасаются, а практически сливаются. Представления и обычаи сферы народной педиатрии указывают наслитность младенца ещё до его рождения, и кота в единое целое. Наблюдается семантическая корреляция образов грудничка и кота на основании их подчёркнуто граничного положения между природой и человеком, диким и домашним. Маленький ребёнок, как и кот, оторванный от природы, но ещё не включены в социум, у них отсутствует речь, они только мяукают, мы так и говорим о ребёнке, и они не умеют регулировать свои физиологические надобности и так далее. Ребёнок, как и кот, мифопоэтическим сознанием сам помещается в фокус встречи миров. И здесь дальше я буду говорить о таком специфическом детском недуге, о котором уже сегодня упоминалось неоднократно, который у белорусов в том числе называется «шатинка». На литовском материале мы слышали. Наименование этих болезней у белорусов укладывается в следующие риты. Визуальный, который акцентирует внешнее проявление этой болезни. То есть на теле ребёнка появляются вот такие волосики, шерстинка, щетинка, которая не даёт ему покоя. Акустический, который отражает такое вот звуковое поведение ребёнка, он крекчат, не знаю, как по-русски сказать, крекчат. И заморфный, особенно интересный, вот в собачье старость, особенно это у русских распространено. И то, что здесь более интересно, это котиная колючка у белорусов. Котиная колючка. Воно як спит, так вот так ушавелится. Это значит, беременная мать каварсала на гою собаку циката. Это надо молоком материнским или тёплым домашним хлебом. Галушечку, хлеб с пекчейми, кишком укачивать, укачивать. И вся колючка на хлебе остаётся. Собаку оттывали, кто хоббит? Причиной у таких страданий ребёнка в основном в большинстве случаев указывается неправильное поведение его матери во время беременности, а именно чрезмерное контактирование её с домашними животными. И именно кот здесь на самом первом месте. Несколько записей, может, ещё один из них. Як беременная ходить, ногой бить коту, бере на коленке, жалея, нельзя, волосник нападая. То здесь указывается на то, нельзя не только бить кота, но и как бы слишком его жалеть, слишком гладить. Шерсть как животных, тонический маркёр, передаётся ребёнку ещё в утробе матери, которая сама эта утроба семантически включает компоненты намерия. В ненормативный контакт беременной с этими животными как бы открывает доступ инфернальных сил к ребёнку, активизирует иномерное воздействие на человека. Такое чрезмерное волосение маленького ребёнка усиливает хтоническую составляющую, присутствующую от рождения в детском тельце, и выступает как показатель природности ребёнка, ещё не преодолённого причастия к иномерию. У белорусов есть очень показательная загадка о маленьком ребёнке, где он кодируется как зверюшка. «Что за зверочек? По хате ходе никто ему не шкодит». Заслуживает внимания и тот факт, что практически все известные наименования некрещённых детей, животные, совпадают с обозначениями детёнышей именно домашних животных. Ну и все мы в обращении к маленькому ребёнку чаще всего среди животных наименований говорим «котик», «коточек» и так далее. «Вообще уподобление ребёнка животному выглядит закономерным». Цитирую Дмитрия Баранова. «Так как в образном плане трансформацию облика младенца с определённой долей условности можно представить как прохождение им нескольких состояний. От неодушевлённых субстанций – камень, кость, корень, зависть и существ животного происхождения хтонического круга, а это земноводные, грызуны, до человеческого существа». В русле понимания болезни как интервенции в тело человека демонической сущности, либо активизации изначально присущего каждому человеку хтонического компонента, лечение в качестве доминантной выделяло идею извлечения чужого, достижения общепринятой нормы человечности, которая в данном случае выступает как достижение определённой меры волос. Таким образом, удаление вот той щетинки предполагало своеобразную материализацию симптома, когда эти болезнетворные волоски нужно было вывести из тела ребёнка, концентрировать их в каком-то веществе, а это прежде всего хлеб, вот мякиш хлебный, зала и материнское молоко. Но и эти выкатанные волосы или уничтожались, или чаще всего они коту назад и отдавались. Говорыць, калі жанчыны беременные, кошка межнох проходзіла, тады постка на спине будзіць рост, надо хлебец спячый выкатать, а хлебец гэты назад, каб кошка изъела. Интересно и то, что наряду с чрезмерным оволосением вот такой контакт беременной женщины или человека вообще с котом мог выливаться и в такую противоположность, когда волосы выпадали. Наверное, речь идёт в записи про котинку, вот такой вот термин, правда, тоже единичная запись, когда у ребёнка выпали волосы. Наверное, это что-то вроде лишея, но тем не менее в народном сознании эта болезнь однозначно увязывается с тем, что девочка особенно активно гладила кота. Обращение к ритуалам первого года жизни ребёнка ещё раз подчёркивает осознание условной меры наличия волос, отступление от которой и вот порождает болезненные симптомы и объясняется, как вот такая интервенция в тело человека и намерия. Контакт беременной женщины с котом мог провоцировать и ещё один недуг — стоматит, или более известный в народе как молочница. У белорусов среди большого блока наименований встречается и котино-молоко. Например, котино-молоко. Бывая, кота диногой подкинешь, вытирали трапочкой шерстяной, на палец возьмут. В других районах Белоруссии, даже если этот компонент котины не упоминается в названии, с котом связывается этиология болезни. Молочница. Если же Анджин беременно пераступить тиры скота, у детятка на языку буди белая. Кстати, такие представления о связи стоматита именно с котом популярны не только у белорусов, и даже не только у славян, но и очень широко в Западной Европе. И везде с такой завидной долей постоянства вот этот стоматит вытирали во рту кончиком кота, прежде всего, черного. Таким образом, ряд специфических детских заболеваний непосредственно соприкасается с котом как на уровне номенклатуры, этиологии, так и ритуальных практик, что может быть понято лишь на фоне мифологии детства в целом. Раннее детство в традиционном сознании предстаёт как своеобразный переходный период, когда происходит постепенное освобождение ребёнка от хаотических примет, преодоление иномирных влияний, оформление его человеческого облика и окончательное утверждение в качестве полноправного члена социума. В связи с тем миром разорваны не целиком и всё время сохраняется опасность обратного перехода, писала Татьяна Владимировна Цивьян ещё в 1983 году. Эти идеи впоследствии стали разрабатываться на материале разных традиций. И потом Альберт Кашфулович Байбурин посвятил этому целую главу, в которой, например, пишет, что рождение ребёнка указывает на несоответствие самого факта его существования и отсутствие у него статуса человека. Цель и задача ритуала — это несоответствие удалить. Стратегия ритуальных действий первого года детства, заключается в том, чтобы избавить новорождённого от природных черт и одновременно наделить его культурными качествами и приметами. Утверждение ребёнка в этом мире закономерно включает получение им его собственной доли, понимаемой в традиционном мировосприятии как части доли общей, доли всего сельского социума. Перераспределение доли получает обрядовое выражение в ритуалах так называемой «бабиной каши», когда кашу делили между всеми участниками обряда. Однако человек выступает как часть более разёрнутой структуры, нежели семья, социум, род. И на правах равноправной части включается во взаимосвязанную и взаимодополняемую совокупность «люди-не-люди», куда кроме человека входит животное, прежде всего домашнее, растение. Здесь можно вспомнить символический обмен здоровьем с деревьями, целый ряд невидимых обитателей усадьбы, от домашних духов до вредоносных демонов. Появление новой единицы, маленького человека, который к тому же осознаётся как дар божественных сфер, нарушает эти установленные отношения и предполагает следующие ритуалы. Потому здоровье ребёнка напрямую зависит от правильного перераспределения доли с иными нечеловеческими обитателями усадьбы. Показательно, ребёнок уже сам несёт в себе отметины своих соседей. Шерсть — ненормированный крик, приобретённый от животных и птиц, излишнюю активность от небесных тел, способности предсказания от некоторых духов. Поэтому получение ребёнком своей доли из общего запаса ритуальное лечение сопровождается ликвидацией природных характеристик и возвращением чужого и ненужного ребёнка по соответствующему адресу. Вот эту шерсть коту, крик, курам и так далее. Однако включённость кота в подобные контексты объяснима и вне мифологических параллелей. Ведь кота держали и держат в каждом крестьянском доме. Это то животное, с которым прежде всего сталкивается человек. У белорусов это самый первый герой колыбельных и детского фольклора в целом. И у нас даже значение петь колыханку передаётся через выражение «спевать кота». Показательно участие кота в убаюкивании и излечении ребёнка укладывается в формулу дар за дар. Как в заговорах «ты у кошки боли, а у моего сыночка не боли». Или «иди пади котя на вулку, а дитя у люльку, на кота варкота, на дитя дремота». Такой же символический обмен циномерия оказался представленным не только на ритуальном уровне, однако и в материалах народной прозы. Так Елене Михайловне Поконёвой недавно был записан очень любопытный сюжет, когда некий чернокнижник читал-читал эту чёрную книгу, однако, неправильно её прочитав, был вынужден продать, ну, как и положено в сказках, «Чого сам не знаешь». То есть он продал своего нерождённого ребёнка. И вот потом к этому ребёнку был приставлен смотреть этого ребёнка какой-то невидимый котик. Тады я спрашиваю, «А кто тебе колышит?» А она говорила, «А что, вы не видите?» «А вот, чёрный котик, сядите колышит с меня». И вот так он всюду ходил за ей. И это пойдут гулять, и то и девушку прозвали котово-дилка. Ну, а обратное изведение образов кота и уже старика или даже умершего прослеживается в комплексе верований о проявлении души в кошачьем облике. Огромный материал представлен и широко известен. В премиологии такие показательные сопоставления. Но особенно интересно, что именно как кошачий век преподносится в легендах известного сюжета, как «Бог годы делил» от последних 10-20 лет жизни человека. Вот живет человек, и вы, допустим, свои годы, расцвет, ни заботы, ничего. А тады жанился, ци замуж, конский век живеть, упрохся и тягнить воз. Калеши дети подросли, надо им хаты будовать, живеть коровгий век, уже начинают его даять. Собачий век, это уже на 70 годов он стал жить, это уже дети забрали, добро их не осторожить к себе. А коли 90-100 — это уже котиный век. Вот мы и жалеем кота, и носим. А кто пожалеет, а кто и коршня даст. Так и старому. Таким образом, кот и человек взаимно пересекаются в рамочных отрезках жизненного цикла, в младенчестве и старости, то есть в тех этапах, где миры еще или уже не разведены категорически. В свадебном обряде образ кота у белорусов практически не представлен. А в начале и в конце жизни сближение образов кота и человека представлено даже на предметно-атрибутивном воплощении. Так, в начале жизни в новую колыбель, прежде чем туда положить ребенка, нужно было положить черного кота и колыхать его до тех пор, пока он не запеет хорпан, не замурлычет, и не заплюснет в очи. Такого кота нужно потом немедленно, и вот выделю это, навсегда удалить из дома. То есть на ритуальном уровне происходит операция символического отождествления и дальнейшего разъединения кота и ребенка. Семантическими синонимами колыбели выступают дом и гроб, заселение которых также предваряется участием кота. Кот неоднократно упоминается в составе строительной жертвы, но обычай первым пускать кота в новый дом он живет до сих пор и, опять же, повторю, не только в деревне. Фигурирование кота возле гроба в конце жизни также маркировано, хотя и с обратным вектором. Кота из дома, где находится покойник, категорически убирали, чтобы тот не перескочил гроб, и таким образом в него не переселилась душа умершего. Таким образом, белорусская традиция демонстрирует яркие примеры контакта миров, когда фольклорный образ кота выявляет парадигматическое и синтагматическое единство с образом человека. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова